Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божие. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 14 главу. В то время Ирод, четвертовластник, услышав молву об Иисусе, и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его, посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил, «Не должно тебе иметь ее». Кто такой был этот Ирод, четвертовластник? Ирод, четвертовластник, это был сын того самого Ирода, который казнил младенцев при рождении Христа. Один человек, Ирод, пишет Ситлян Златоуст, а другой, четвертовластник, его сын. Ибо после смерти царя Ирода римляне разделили его царство на тетрахии, и его сын получил одну часть тетрахии. Он-то и был тем, кто отсек главу предтечи за то, за что и был вскоре наказан. Мы видим, что здесь делается такой как бы пролог, а потом описываются сами все события, как это произошло с Иоанном Крестителем. И Иоанн Креститель обличал Ирода, четвертовластника, что он не имел права взять себе в жены жену брата своего. Не должно тебе иметь ее. Здесь святой Иоанн Креститель ссылался на книгу Левит, книга закона, и указывал, что Ирод, он нарушает, будучи иудеем, закон. Ибо в книге Левит, например, 18 глава, 18 стих сказано, не бери жены вместе с сестрой ее. И 17 стих, наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери дочерей ее не бери, чтобы открыть наготу их, и не открывай их. То есть мы видим, что здесь и в 16 стихе говорится, наготы жены брата твоего, более точный стих, не открывай, это нагота брата твоего. То есть закон Петора, Пятикнижий Моисеев запрещал такие браки, но Ирод, поправ все законы, решил, что коли власть у него в руках, значит он имеет право разделять и властвовать. Но причина была понятна такого поведения, потому как и сам Ирод, его отец, и его сыновья, они занимали власть, правили народом израильским незаконно, потому как они не были из колена Иудина. А их привели к власти римляне, и они были такими марионетками в руках римлян, которые, в общем-то, по сути управляли Израилем, а эти были их никто иные, как вассалы. Поэтому дальше мы читаем, что Ирод, когда услышал, что о Иисусе Христе, он испугался и думал, что это воскрес Иоанн Креститель, которого он обезглавил. И дальше описываются события о том, как все это происходило. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. То есть Иродиада, это та самая, которую он хотел взять себе в жены, это была жена Филиппа, его родного брата. А плясала перед ними его племянница, в общем-то, Ирода. Посему он с клятвы обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущении матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь голову, Иоанну голову, в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. То есть такая картина, которая описывается вкратце евангелистом Матфеем, ну сколько в ней, в общем-то, горе и печали по самому человеку, который сотворил такое зло. Казнь святого пророка Божия, дабы только замолчал его голос, который обличал его в его похоти, то есть в его хотении жениться на жене брата своего. Итак, вот об этом пишет ироним Стридонский, например. Вы слышали, братья, цитата, как из удовольствия рождается жестокость, то есть этот пир, на этом пиру были римские войны, потому как иудеев не было принято отмечать это в свой день рождения. Так пышно. Это делали римляны, и поэтому Ирод пригласил этих римлян и хотел им всячески угодить, как своим начальникам. И вот пишет, Сидор Пилосиот, вы слышали, братья, ироним Стридонский блаженный, вы слышали, братья, как из удовольствия рождается жестокость, и принесли голову его на блюде. Дом превращается в арену, стол становится амфитеатром, приглашенные на день рождения гости обращаются в зрителей. Праздник перерастает в выступление, еда становится резней, вино обращается в кровь, день рождения превращается в погребение, восход солнца обращается его заходом, пир превращается в человека-убийство, музыкальные инструменты исполняют трагедию века. В зал входит животное, не девочка, дикий зверь, не девушка, начинает танцевать. С макушки ее головы спадает грива, не волосы, и сгибами, и увертками она вытягивает свои члены, нарастает ее свирепость, она становится хитроумной на жестокость, не на движение тела. Это невероятно дикое животное, издает рычание, скаливает зубы, она не защищается от удара, она наносит его сама. По наущению матери своей, говорит евангелист, она, это жуткое создание, берет стрелу из материнского сердца, и с презрением к добыче телу Иоанна пробирается по залу, чтобы отсечь ему голову. Конец цитаты. Такая страшная картина, которая здесь описывается евангелистом Матфеем. Дай мне, говорит, голову Иоанна Крестителя. А все начинается с чего? Пир, пьянка, ну, когда уже напились, подавая развлечения, разные влечения, танцы. И в пьяном угаре безумная клятва. Что хочешь, я клянусь, и ради клятвы, потому что сидят римляне, чтобы они не посмеялись над ним, какой же ты царь, если ты не сдержишь своей клятвы. Он думает, что, может быть, она попросит у него какое-нибудь богатство, или даже дополцарство, или какой-нибудь драгоценности, шелк. Она просит голову Иоанна Крестителя по наущению своей матери. Потому что мать Иродиада хочет выйти замуж за Ирода. Ирода. И мы видим, что картина становится страшной. Посему с клятвой обещал дать, чего она не попросит. Праздника дочь Иродиады плясала Соломия перед собранием и угодила Ироду. Царь опечалился. Святитель Анатолий Златоуст замечает, что эта печаль была лицемерной. Он понимал, что просьба такая, в общем-то, жестокая и жесткая, но не мог как-то там рассмеяться или что-то, поэтому он выказывает некое такое смущение, лицемерие, как хороший лицедей, пишет о нем святитель Анатолий Златоуст. И послал отсечь голову в темнице. И принесли его голову на блюде, и дали девице, и она отнесла матери. Говорится о том, в предании сказано о том, что когда принесли голову Иродиаде, то она еще дымилась от крови, только-только еще теплая голова святого Иоанна Крестителя. Но в своей ненависти Иродиада стала колоть язык шилом Иоанна Крестителя, который обличал ее, в том, что она не должна быть женой Ирода и уйти от своего мужа. Предание говорит о том, что печальная была жизнь, в дальнейшем трагическая, в общем-то, у Ирода. Он был низвержен с престола римлянами и вынужден был даже бежать от своей прислух, которую он вечно обманывал, которого ненавидели. Бежал даже куда-то до Испании. За ним последовала Соломия, племянница, и Иродиада. И когда они шли, то, доходя до Испании, в горах была река, она в то время замерзла, и Соломия шла по тонкому льду, провалилась, и случилось так, что удар об лед был настолько сильный в проруби, что и голова ее была отсечена. А сами же Иродиада и Ирод, как говорит предание, что, идя по земле, они остановились в одном месте, земля разверзлась и поглотила их. Смерть грешников люта, поистине, как сказано в Священном Писании. Дальше говорится, что ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. Иисус, услышав, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Почему Иисус Христос удаляется от того места? Как замечают многие отцы, Ироний Стридонский и Блаженный Фефилак Болгарский, не то, чтобы он чего-то испугался. Хотя очень много мы встречаем таких у нескольких евангелистов, когда грозила какая-то опасность, то Христос проходил между ними и становился как бы невидимым. Но здесь Христос отходит не потому, что испугался, но потому, что еще не пришел час, когда было надлежало пострадать Сыну Человеческому. Когда же настал вечер, читаем из пятнадцатого стиха, приступили к Нему ученики Его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И релел народу возлечь, на траву взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Видим, что Христос говорит своим ученикам. Ученики, в общем-то, проявляют правильную заботу, они в пустынном месте, еды нет, и они говорят, «Господи, чем нам накормить такое множество народу?» И тогда Христос говорит им, «Вы дайте им есть». И тем самым, он как бы их приготовляет к тому, что они уже должны быть способны к тому, чтобы творить чудо. Не ради чуда, а ради добродетели по отношению к людям. Как и Христос говорит и наставляет нас, как мы должны это делать. «Что вы мне говорите, Господи, Господи?» «Был я нах, вы не накормили меня. Был в темнице, вы не напоили меня. Был странником, не приютили. Был в темнице, и вы меня не посетили. Жаждал, вы не напоили. Он как бы приготовляет учеников и говорит, что им необходимо будет делать. И уже побуждает к этому. Но пока еще Дух Святой не сошел на апостолов, в день Пятидесятницы они все делают неуверенно. Хотя он посылал их уже и проповедовать, и чудо-чета творить, и исцелять. Где-то что-то у них получалось, где-то они возвращались, как мы помним из Евангелия, и говорили, мы просили учеников твоих, но они не могли сделать. Не была еще вера настолько крепка, и не было еще сочерстительного Духа. Поэтому Христос возносит к небу эти две рыбки, помолившись Отцу, Он приумножает хлебы. Здесь и прообраз того, что Христос ничего не делает, то, что Ему повелевает, только то делает, что повелевает Ему Отец. Здесь и напоминание о той манне, которую Господь давал в пустыне народа израильскому, манну с неба, и о молитве, которая необходима, как бы такое, хоть и косвенное указание, но тем не менее, которая необходимо творить перед едой. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один, а лодка была уже на средине моря и била волнами, и ее била волнами, потому что ветер был противный. Видим, что сначала Христос удаляется в уединенное место для молитвы. Это указание нам, что нам необходимо уделять время для личной молитвы. Как Христос говорит о том, что не творите молитву, помните, на горную проповедь, на показ, чтобы вас видели люди. А ты, когда молишься, зайди в комнату, то есть клеть твою, затвори дверь за собой и помолись Богу в тайне, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот что по этому поводу пишет Иоанн Златоуст. Вот по умножению хлебов и чуть-чуть назад вернуться. Для того Христос попустил народу почувствовать голод, прежде чем уйти помолиться и прежде чем говорить дальше продолжать, и голод, чтобы не принял кто чудо за мечту. Для того сделал оставшиеся кусковы двенадцать коробов, чтобы и Иуде было что нести. Господь и без хлебов мог утолить голод, но тогда ученики не познали бы его могущества. И за это чудо, как удивились ему иудеи, что хотели сделать его царем. Мы видим, что иудеи хотели сделать его царем. Причина какая? Дает хлеб. Поэтому надо сделать царем. И после вот этих вот всех событий, немножко вернусь назад, мы видим, что Господь идет и входит в клеть для того, чтобы помолиться отцу в тайне. И этим самым дает нам пример молитвы. И вот теперь двадцать четвертый стих. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, и не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если ты, если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Он сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, и закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошел Рианю в лодку, ветер утих. Такое событие описывается хождение Христа и апостола Петра по водам. Действительно, Христос идет к ним по воде, апостол Петр в своей такой самоотверженности и даже некой горячности, он хочет, говорит, Господи, если ты не призрак, вели и мне идти к тебе. И Господь ему говорит, иди. Так и нам в нашей современной жизни, когда мы видим какие-то бури, скорбей, печали, страданий, мы говорим, Господи, что же нам делать? А он говорит, иди. Куда? Ко мне. И когда мы вступаем, мы действительно идем и говорим, Господи, вот мы делаем все по слову Твоему, но вдруг какие-то мелочи жизни, как здесь написано, ветер, когда он увидел сильный ветер, он даже не увидел, не испугался того, что он идет по воде, а он ветер, мелочь, в общем-то, ветер. Ты идешь уже по воде, какой ветер, так и мы в нашей жизни увидели какие-то мелочи и вдруг усомнились, которые препятствуют нам идти ко Христу. Ведь сказано, верный в малом, над ноги поставлю тебя. Не замечать какие-то мелкие вещи, а быть верным Господу в исполнении самых малых заповедей и идти к Нему, не замечая и не обращая внимания на какие-то передряги и мелочи жизни, как говорят сегодня. И вот он пошел, вступил и идет, но испугался. И Христос и начал тонуть, и начал кричать, Господи, спаси меня. Если в нашей жизни происходит такое, что мы испугались и начали тонуть в этих страстях, обуреваемы ими, не забудем воскликнуть, Господи помилуй, Господи спаси. И что здесь сказано? Христос в тот час простел к Нему руку и поддержал Его. И поддержал Его. Есть такая история, она может немножко улыбочная, но достаточно интересная. Когда человек умер, и вот предварительный суд, и он видит, Господь, ему ангел показывает, что смотри, вот берег моря, вот песок, и видишь, он как-то немножко даже взроптал, что, наверное, я умер еще, не совсем покаялся, что Бог меня, может быть, где-то не вел по жизни, как мне бы хотелось. Ему ангел показывает, вот видишь, песок на берегу моря, там следы. Ты видишь, два следа. Это Христос всегда вел тебя по жизни, а я сопровождал и хранил. Тогда он говорит, нет, а вот там он вдалеке, там как-то пропал второй след. Наверное, когда мне было слишком тяжело, я уже утопал, подобно, как апостол Петр. Христос меня, наверное, бросил и оставил. У него тоже было такое сомнение. Тогда ему ангел говорит, неужели ты не заметил, что этот след стал немного глубже? Это когда было тебе совсем плохо, то Господь брал тебя на руки и нес. Поэтому Бог никогда не оставляет человека. Только бы мы воскликнули, Господи, спаси, погибаем. И как мы видим из этой истории, Христос тот чаш, тот же час протянул к нему руку и упрекнул его только в одном маловерии. Поэтому и говорит, если вера ваша будет хотя бы с горчичным зерном, вы сможете и горы переставлять. И далее мы читаем и переправившись прибыли в землю Генесарецкую, жители того места узнав его, послали во свою окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснулся к краю одежды его, на которую прикасались и исцелялись. Видим, что здесь уже люди этого города не просят его прийти к ним, не просят его войти в дом, как некогда начальник синагоги маловерной, но просят только, чтобы лишь бы прикоснуться к краю одежды его. И как в другом месте говорилось, и здесь Христос жалился над ними и многих исцелил, прикасались, как сказано, и исцелялись. Поэтому 14 глава нам рассказывает и предупреждает о многом. То, что произошло с Иродом, то, что произошло с Иродиадой, то, что случилось по воле Божией с Иоанном, крестителем, который обрел венец в Царстве Христовом, все эти события, гонения на церковь, гонения на пророков, на миссионеров, служителей Божих, все это будет. Потому что Христос так и обещал только одно, что в мире будете иметь скорбь. Говорит, но мужайтесь, я победил мир. Здесь другая история, которую мы сегодня увидели в 14 главе, она рассказывает нам о хождении Петра навстречу Христу по водам и предупреждает нас, чтобы мы не смущались, что Бог всегда готов пойти к нам навстречу и протянуть руку помощи. Так и сказано. Единственной причиной того, что мы не всегда стоим твердо и идем по пути в Царстве Христово, это наше маловерие. Откуда же нам подчеркнуть твердость веры из Священного Писания? Сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Слова Божия. Слова Божия. Слова Божия. Слова Божия. Слова Божия. Слова